Значит, смотрите, мы продолжаем изучать всякие нейронки и прочий модный deep learning. В прошлый раз мы обсуждали сверточные нейронные сети, это основные инструменты для работы с картинками, но вообще вся эта революция, связанная с нейронными сетями, с deep learning, она особенно активно началась с двух областей. Одна область — это действительно обработка картинок, распознавание образов, всякие разные преобразования картинок, вся эта история вокруг сверточных нейронных сетей. Вторая история — история, связанная с обработкой последовательности, в частности, с обработкой текстов. И для обработки последовательности применяются разные алгоритмы. Долгое время основным методом обработки любых последовательностей были так называемые регулярные нейронные сети, про которые я сегодня хотел рассказать. Сейчас, кажется, самым модным способом является другая архитектура, которая называется «Трансформер». Мы про нее, я думаю, еще тоже поговорим, но это будет отдельно. Но рекуррентные нейронные сети вроде бы тоже пока еще не совсем списывают с корабля современности, и поэтому их стоит обсудить. Значит, сегодня обсуждаем рекуррентные нейронные сети. Значит, основная задача у нас — обработка последовательностей. Значит, у нас есть некая последовательность каких-то входных данных. На практике это может быть, например, последовательность слов, или последовательность букв, или еще какая-то последовательность. Но для того, чтобы дальше обрабатывать эту последовательность с помощью нейросетей, нам нужно заменить каждый входной элемент на какой-то вектор. Ну, просто потому что мы умеем работать с векторами. Значит, как преобразовывать, например, слова в векторы — это отдельная история. Самый простой способ — это просто закодировать каждое слово. Ну, допустим, у вас есть какой-нибудь там алфавит из, я не знаю, допустим, тысячи слов. И вы просто каждое слово кодируете тысячемерным вектором, в котором в одном месте стоит единичка, а во всех остальных — нули. Это такой one-hot encoding. Значит, естественно, вам нужно довольно сильно многомерное пространство, и, естественно, это не очень эффективно вроде как, но там если немножко добавить еще чуть-чуть каких-нибудь преобразований, которые с этими большими векторами чего-нибудь сделают, превратят в какие-нибудь вектора поменьше, но имеющие какую-то более сложную структуру, то, в общем, нормально. Можно работать с текстами, представляя тексты в виде векторов. Опять же, у нас будет, скорее всего, отдельное занятие, посвященное алгоритмам, связанным с представлением слов в векторных пространствах. Есть специальные алгоритмы типа Word2Vec, GloVe и так далее, которые умеют делать ровно это — представлять слова в качестве векторов в векторных пространствах так, чтобы близкие по смыслу слова были близкими, чтобы какие-то еще разумные свойства выполнялись. Отдельная большая история на эту тему. Но сейчас я не буду углубляться, сейчас я просто схожу, что у нас есть последовательность векторов, и мы хотим сделать какое-то преобразование последовательности во что-нибудь. Там есть разные задачки, например, есть какая-нибудь задачка сентимент-анализа. Это означает, что вы на вход получаете последовательность слов, а на выход должны выдать, оценить, является ли это предложение, которое вы написали, является ли оно положительно окрашенным или отрицательно окрашенным. Значит, примеры. Допустим, сентимент-анализ в текстах. Значит, у нас есть последовательность слов. Она превращается в тональность. Положительно окрашена или отрицательно. Другой пример – это, скажем, языковые модели. Языковая модель – это то, что вот у вас в телефоне пытается предсказать, какое слово вы наберете следующим, и дать возможность его не набирать мучительно, а просто выбрать из списка. Значит, языковые модели, опять же, на вход получают последовательность слов, а на выход выдают предсказание следующего слова. Ну, по крайней мере, один из, так сказать, типов языковых моделей. Другой вариант. Сложный. Машинный перевод. Значит, здесь уже идет такое преобразование. Последовательность слов в какую-то новую последовательность слов. Последовательность в последовательность. Ну, вот это такие задачки, связанные с обработками текстов. В принципе, рекуррентные нейронные сети можно использовать не только в обработке текстов, но в обработке каких-то еще данных, которые имеют вот такую вот структуру какого-то, какой-то последовательности чего-нибудь. Например, это может быть какой-нибудь временной ряд. Ну, я не знаю, насколько это реально используется в индустрии, в продакшене, но там регулярно можно увидеть какую-нибудь статью типа использования рекуррентных нейросетей для предсказания каких-нибудь там фондовых этих самых акций, курс акций и так далее. В общем, все, что имеет, все, что имеет тип данных, которые связаны с последовательностями. Или, например, у вас есть какая-нибудь последовательность нот, какая-нибудь музыкальное произведение. Значит, это тоже некоторая последовательность, последовательность нот. В общем, все это теоретически это предметы для обработки с помощью, в том числе, регулярных нейросетей, но не только регулярных. Ну, а давайте посмотрим, какие тут бывают, что вообще можно попытаться сделать. Значит, опять же, ну вот у нас есть на входе некоторая последовательность векторов. Значит, входные данные. Это последовательность вектора. Значит, давайте я буду обозначать их как, допустим, x1 и так далее, xt. Каждый из этих векторов – это какой-то элемент r какого-нибудь n. Дальше. Выходными данными бывают разные штуки. Это может быть, допустим, какое-нибудь число от нуля до единицы, как в анализе тональности. Значит, например, тональность. Это может быть вектор, как в языковых моделях. Это может быть новая последовательность. Причем эта новая последовательность, она может быть там такого же размера, другого размера. В общем, как угодно. Соответственно, есть некоторое... Ну, теоретически, что можно было бы сделать? Но можно было бы, опять же, взять такую в качестве входной последовательности, взять просто сконкатинировать все вот эти вот векторы, получить один такой длиннющий вектор и скормить его какой-то обычной нейросети, допустим, многословенную персептрону. Теоретически можно было бы так сделать, но эффективность работы такого алгоритма была бы не очень хорошей. Потому что, ну, потому что, в общем, как обычно, мы при этом игнорируем всякую структуру, которая есть в нашей последовательности. Нам важно, что у нас есть именно последовательность, что у нас есть в этой последовательности соседние элементы, что эти соседние элементы могут быть как-то друг с другом связаны. В общем, вот все вот это вот хочется как-то учесть в архитектуре. В архитектуре нашей сети. Теоретически можно было бы применять к анализу последовательностей, применять, скажем, сверточные нейросети. Для каких-то задач так, в принципе, делают. Если, например, у вас на входе какая-то последовательность, и на выходе вам тоже нужно выдать последовательность, ну, примерно такой же длины, то, в принципе, вы можете использовать просто сверточную нейросеть с каким-то окошком свертки. у вас, значит, что можно использовать? Ну, например, сверточные нейросети. В принципе, используются. Значит, вот у вас есть какая-то последовательность входных данных, x1, x2, x3 и так далее, x какой-нибудь t. И, значит, здесь теоретически можно использовать какую-нибудь свертку. Значит, вот у вас бегает какая-то свертка, и каждый раз она принимает на вход, допустим, вот, три очередных элемента, и на выход выдает какой-то новый элемент. И так далее. Вот мы взяли такое окошко, из него сделали еще один элемент. И таким образом теоретически можно сконвертировать последовательность в новую последовательность. Значит, это, допустим, будет y1, а это будет y, допустим, t-2, в которую уходят вот такие вот входные данные. Значит, примерно так же, как мы говорили про обработку изображений, только в обработке изображений у нас двумерная свертка, а тут такая одномерная свертка. И какие-то задачки таким образом можно решать. В чем проблема со свертками? Проблема со свертками в том, что они ужасно локальны. То есть это означает, например, что значение вот этого элемента, оно вообще никак не зависит ни от каких вот этих элементов далеких. Если у вас размер свертки 3, то это означает, что за пределами вот этого окошка в 3 элемента вы ничего, значит, никак вот такого вот влияния нет. И для каких-то задач, это может быть и нормальный вариант, скажем, если у вас есть задачка просто, ну, я не знаю там, задачка просто по двум точкам линейно предсказывать следующую точку. Ну, это можно делать с помощью чего-то типа рекордной нейронной сети. Ну, представьте себе, что вы пытаетесь прогнозировать значение некоторой функции, и вы про эту функцию считаете, что она более-менее гладкая. Ну, тогда теоретически можно брать так. Можно брать каждый раз по двум точкам, проводить прямую и говорить, что вот эта точка будет вашим прогнозом. Дальше вы получили какое-то подложение вашей последовательности, ну вот, возьмете вот эту точку, она будет прогнозом. И так далее. Теоретически такое возможно. Но, значит, понятно, что у такой архитектуры есть вот принципиальное ограничение, что вы не можете рассматривать такие длинные зависимости. Допустим, когда начало текста как-то влияет на то, как будет интерпретироваться его концовка. Понятно, что в анализе текстов такое сплошь и рядом. В тексте все элементы предложения связаны друг с другом. Вот, поэтому у сверточных сетей есть ограничения, ну, начиная с того, что сверточная нейросеть сверточная нейросеть выдает на выходе последовательность такой же длины, как на входе, ну там, минус размер сверточного ядра. Вот, но и они очень локальные. Значит, можно сгенерировать. Последовательность только той же длины. Ну, минус размер ядра, допустим. И локальность. Нет обработки никаких далеких зависимостей. Вот. Значит, поэтому сверточные нейросети не являются основным инструментом для обработки последовательности. Ну, давайте посмотрим, что еще можно было бы сделать. Собственно говоря, рекуррентные нейросети, рекуррентная архитектура устроена таким образом. Значит, такие рекуррентные. Значит, давайте представим себе, что у меня есть одна какая-то нейросеть. Сейчас даже не очень важно, как она устроена. Значит, ну вот какая-то нейросеть. Дальше. Эта нейросеть получает на вход первый элемент. значит, значит, x1. Давайте считать, что вот эта нейросеть, как-нибудь я ее обозначу, пусть она называется, допустим, буквой f. И f устроена таким образом. Значит, f — это есть отображение. Значит, пусть у меня x-ы, пусть у меня x-житые лежат в rn. Пусть у меня есть какие-то... Да, и пусть у меня есть еще вот какая штука. Значит, пусть у меня есть штука, которая называется h, и она лежит в r какой-нибудь m. Значит, я сейчас скажу, кто такой этот h. Значит, a, f — это у меня будет отображение из... rn на rm в rm. Значит, то есть, на самом деле, у f два входа. У него один вход — это вот эти вот иксы, а есть еще один вход. Ну, давайте я скажу, что вот, допустим, изначально я просто сюда отправляю на вход нолик. Вот так. Вот так. Значит, что происходит дальше? Эта самая нейросеть выдает какой-то выход. И, ну, давайте я скажу, что вот этот выход отправляется куда-то сюда. Это у нас выход. И этот же самый выход отправляется вот таким образом. Вот так. Здесь второй элемент подается на вход. И здесь происходит то же самое. Значит, здесь та же самая нейросеть f. И так далее. Значит, вот эти вот две штуки, они одинаковые. Это одна и та же ашка. Значит, вот эта штука называется h1. И это тоже h1. Значит, вот этот выход вот этой штуки подается на вход вот этой штуке. А еще этой штуке подается на вход x2. Второй элемент нашей последовательности. И так далее. Здесь будет h2, тут тоже будет h2. и так до тех пор, пока наша последовательность не закончится. Значит, понятно ли, как эта штука работает? Значит, их иногда рисуют вот так, как я нарисовал, а иногда рисуют вот так. Значит, просто говорят, что у нас есть, значит, что у нас есть вот сюда вот вход, x2. Тут есть выход, а еще есть вот такая вот штука. Фидбэк-луп. Значит, обратная связь. То есть, вы выход этой самой сети подаете ей же на вход. Значит, вот так вот тоже часто рисуют. Другой способ нарисовать вот эту картинку. Вот. То есть, чего мы при этом получаем? Да, значит, смотрите, здесь очень важный момент, который, то, что вот эта нейросеть, она везде одинаковая. Это одна и та же нейросеть. Это как бы несколько копий одной и той же нейросети с одинаковыми весами. Значит, фактически это просто одна и та же функция. Здесь, здесь и так далее. По всему. По всему этому самому. По всей последовательности. Вот такая штука. Понятно ли, как эта штука, в принципе, работает? То есть, если у меня задана, если у меня задана функция f, то, как бы, такая архитектура позволяет мне сделать из вот такой функции f, которая устроена вот так, сделать, как бы, отображение из множества последовательностей в множество последовательностей. так, ну что, понятно, как эта штука работает? Что-то вы какие-то молчаливые. Ага. Да, спасибо, Денис. Спасибо, Денис. Окей. Давайте тогда посмотрим, значит, как эта вообще штука можно использовать. Пока что это у нас какое-то преобразование последовательности в последовательности. Но, сначала, чем такая архитектура хороша? Ну, хороша, например, тем, что если мы всю нашу последовательность сдвинем, то, в общем, результаты должны не слишком сильно поменяться. ну, в принципе, если мы, например, если мы, то есть, они, конечно, как-то поменяются, но, значит, по крайней мере, здесь есть какая-то вот такая естественная структура времени, из-за которой как бы разумно ожидать, что какие-то сдвиги нашей последовательности, они как бы будут как-то разумным образом обрабатываться. Какая, в принципе, идея такой архитектуры? Потому что это что-то типа конечного автомата. Это такая штука, которая обладает некоторой внутренней памятью. Эта память как раз записывается внутри вот этих вот самых переменных H, как бы внутреннем состоянии. И каждый раз, когда мы подаем на вход очередной элемент последовательности, с одной стороны, оно что-то выдает в качестве результата, а с другой стороны, оно как-то обновляет свое внутреннее состояние. Вот. На принципе, если вы когда-нибудь изучали какой-нибудь компьютер-сайенс, вы знаете, что там с помощью конечных автоматов можно много чего делать. Многие задачи в той или иной мере решаются с помощью конечных автоматов. Например, если у вас есть какая-то последовательность символов, то можно там в ней находить всякие паттерны с помощью регулярных выражений, а регулярное выражение как раз основано на конечных автоматах. Поэтому, в принципе, идея о том, что у нас есть какая-то штуковина, которая обладает внутренней памятью, которая апдейтит эту внутреннюю память в ответ на какие-то входные данные и в зависимости от этого меняет тоже как-то свое поведение. В общем, эта идея достаточно такая, естественная. Давайте посмотрим, чего можно делать. Пока что у нас есть такая архитектура, которая нам из вот таких входных последовательностей делает вот такие выходные последовательности. Заметьте, что я в качестве выходных последовательностей сейчас просто использую то же самое внутреннее состояние, но, в принципе, необязательно. То есть, здесь можно по-всякому накручивать разные дополнительные слои. То есть, можно, например, представить себе какую-нибудь такую штуку, когда у вас есть, с одной стороны, у вас есть вот эта самая рекуррентная компонента, а с другой стороны, к этой рекуррентной компоненте еще добавляется, например, какая-нибудь отдельная нейросеть, которая состояние превращает в выходы. Какая-нибудь вот такая вот штука. Такая архитектура вполне возможна. Что мы в таком стиле? Значит, это будут входы X1, X2, X3. Здесь будут внутренние состояния, допустим, H1, H2. Здесь будут H1, H2, H3. И здесь будут выходы, допустим, Y1, Y2, Y3. А тут еще какая-то нейросеть тоже. Значит, вот эти вот штуки все между собой одинаковые. Здесь может быть что-нибудь в таком стиле. Здесь F, а здесь какая-нибудь Ж. Такой подход тоже возможен. в этом случае у вас размерность вот этого выходного пространства она будет не такая же, как размерность внутреннего состояния H. Пожалуйста, можно такую штуку накрутить. В принципе, можно много чего накрутить. Или, например, можно тоже какую-нибудь вот такую вот штуку поставить вот сюда. Значит, это будет такое как раз. У вас есть изначально какие-то векторы, дальше можно с помощью какой-то нейросети преобразовывать их, допустим, в вектор какого-нибудь другого размера каким-то хорошим способом. Потом этот вектор другого размера подать на вход вот этой рекуррентной компоненте. Потом еще как-то преобразовать ее выход. В общем, тут все что угодно можно делать. Большой простор для фантазии. Значит, но все равно пока что это какая-то штука, которая последовательность преобразует в последовательности. Но теперь можно, например, сделать из этой штуки штуку, которая преобразует последовательность, скажем, в вектор или в число. Значит, пример архитектуры, допустим, возможной архитектуры для какого-нибудь сентимента анализа выглядела бы так. для преобразования последовательности в допустим, последовательность в число. Но это означает просто, что мы хотим сделать такую штуку. Вот у нас есть, допустим, здесь 0, здесь что-то, тут дальше x2 и так далее. Тут, допустим, мы дошли до конца. Значит, все выходы вот этих вот штук мы просто игнорируем, а выход вот этой штуки мы считаем уже результатом. Ну, окей, значит, здесь какой-то может быть вектор, но давайте я этот вектор сейчас преобразую. Давайте я так нарисую. Значит, вот здесь будет еще какая-то сеть, и вот у нее уже у нее уже выходом будет какой-то Y. У и Z. То есть, вот эта вот штука, это должна быть, вот эта штука, это должно быть просто преобразование из того, из той размерности, которая у нас есть вот здесь, из размерности внутренних состояний нашей рекуррентной компоненты, ну, в числа. Просто такая штука, которая преобразует каким-то образом длинный вектор в короткий. Вот. Ну, вот, пожалуйста, такой вариант. Значит, важно заметить, что вот в этом случае, несмотря на то, что мы пользуемся, как бы мы в качестве нашего выхода используем только результат работы вот этого последнего модуля, за счет вот этих вот стрелочек, он как бы включает в себя информацию про все предыдущие состояния и про все предыдущие входные данные. То есть у нас входные данные как-то преобразуются, но они постоянно как-то записываются в это внутреннее состояние. И в результате внутреннее состояние вот здесь каким-то образом зависит уже от всей последовательности, которая была в начале. Теоретически, по крайней мере. По крайней мере, может зависеть. Вот. Значит, вот тоже пример использования нейросети. Ну, фактически это означает, что вы используете вот такую архитектуру, но просто вот эти выходы игнорируете. Используете только вот этот выход. так. Что-то я боюсь, что я рисую какие-то диаграммки, а что эти диаграммки я тебе означаю, не всем понятно. Давайте, задайте какой-нибудь вопрос. Это меня пугает то, что никто никаких вопросов не задает. Ладно. Так, ну хорошо. Значит, давайте немножко про технические особенности. в качестве функции активации в рекуррентной компоненте как правило, используется не RELU, а что-нибудь вроде гиперболического тангенса. Значит, это такая функция, которая устроена так же, как сигмоиды, только от минус единицы до единицы. Значит, вот такая вот функция. Как вы думаете, почему? То есть это означает, что вот эта наша F, рекуррентная компонента, она устроена так. F от XH, ну это что-то в таком роде, это что-то вроде тангенса гиперболического. Тут могут, теоретически могут быть разные реализации. Я сейчас попробую написать реализацию, которая более-менее в PyTorch используется. Значит, здесь будет какая-нибудь V1X плюс V2H, ну и плюс там еще какие-то какие-нибудь биосы. Биос первый, биос второй. Наверное, одного биоса хватит. Сейчас, давайте, не так я сделаю. Ладно, давайте я просто напишу здесь плюс B. Что-то в таком стиле. Значит, теряет много информации, ну да, и да, и нет. В принципе, все теряют какую-то информацию, ну да. Ну правда, что Relu не взаимоднозначная штука, хотя здесь это как бы обычно не очень важно, потому что чаще всего у нас есть некоторый запас. мы просто можем делать наше пространство достаточно многомерным, так что если там половина измерения случайно схлопнется в ноль, ну и ладно. Значит, почему все-таки тангенс, а не Relu? Почему вот такая вот штука, а не Relu? Ну, давайте посмотрим на давайте посмотрим на вот эту вот штуку. Что здесь вообще такое написано? Давайте представим себе, что у нас вообще просто вот такой режим работы сети, когда она перешла в какое-то состояние, а дальше ей на вход вот здесь стали подавать сплошные нули. А еще давайте себе представим, что у нас наша функция даже не Relu, а вообще нет никакой нет никакой нелинейности. Как тогда будет действовать наша рекуррентная сеть? Значит, если мы вдруг, начиная с какого-то момента, начнем подавать ей просто в качестве входных векторов, начнем передавать ей просто нулевые векторы. Что тогда будет происходить с нашей, значит, вот, как тогда вот эта штука будет работать? Значит, что будет, если начиная с какого-то X, Xt равняется 0 для всех t больше, чем t1. Значит, давайте пока что считаем для простоты, игнорируем нелинейность. Что вообще происходит? Как работает наша сеть тогда? Такая вот штука. Значит, вот в каком-то состоянии она пришла, вот, допустим, вот эта вот Xt первая, вот здесь было какое-то состояние ht1 минус 1, и дальше, начиная с этого места, все будут нулями. Сейчас будет 0, 0, и так далее. Как найти, например, десятое значение h? если мы игнорируем нелинейность, то это означает, что наше преобразование это просто линейное преобразование. Значит, при этом X мы подставляем просто константы, в данном случае вообще нулевые. Значит, относительно вот этих h, что происходит? Вот у нас есть какое-то стартовое h, здесь будет ht1, здесь будет ht1 плюс 1, ht1 плюс 2, и так далее. Значит, как, например, вот эта штука зависит от вот этой штуки. Что происходит, когда мы делаем вот такие вот преобразования? Ну, скажите что-нибудь. Домножаем на константу, да. Ну, как бы не совсем на константу, только на константу все-таки не на число, а на какую-то матрицу. Значит, у нас h-ка это многомерная штука. Да, мы просто, мы просто, мы даже не перемножаем матрицы. Смотрите, важно то, что, важно то, что вот все вот эти модули, все вот эти вот штуки, они устроены одинаковым образом. Это одно и то же, одно и то же отображение. Поэтому в данном случае это у нас будет просто, ну, значит, если использовать вот такие вот обозначения, то это, грубо говоря, будет, и там прогнозировать вот это вот добавление байса, то это, грубо говоря, будет означать, что у нас просто здесь есть умножение на матрицу W2 и h, там, t1 плюс k это просто h t1 минус 1. Сейчас, так и не в ту сторону я хочу умножить. значит, умножить на W2 в какой-то там степени, в степени k значит, k плюс 1. То есть, фактически у вас есть матрица, и вы эту матрицу просто возводите в большую степень. Ну, и это означает, что, если вы теперь хотите посмотреть, как эта зависимость устроена, то, в общем, ничего хорошего тут ждать не приходится. Представьте себе, что я взял абы какую матрицу и возвел ее в большую степень, если у меня последовательность длинная, возвел ее в степень тысячи, что, скорее всего, произойдет с этой матрицей. Ну, если я взял абы какую матрицу, такую более-менее случайную, скорее всего, она диагонализируема. Если у вас есть диагонализированная матрица, то, значит, что будет происходить, если вы будете возводить ее в большую степень? Что с таким матрицей происходит? значит, среди собственных значений вот этой штуки и есть собственное значение по модулю больше единицы, получаем экспоненциальный рост. А если все меньше, то экспоненциальное убывание. и в общем ни то, ни то для нас не очень хорошо, потому что нам дальше эту штуку надо обучать, как мы ее обучаем. Но обучаем мы ее как обычно с помощью градиентного спуска. Это означает, что нам нужно будет, например, вот в этой архитектуре, нам нужно будет считать градиенты вот значит всех весов нашей матрицы, точнее, нам нужно будет считать градиенты от какой-то функции потерь, которая зависит от вот этого Y, а градиенты эти по всем весам нашей матрицы. Ну, если у нас, например, по соответствующему входу производная будет стремиться к бесконечности, как вот в линейном случае, то это означает, что у нас градиент по соответствующим компонентам этой матрицы он будет тоже стремиться к бесконечности. И, в общем, это нехорошо, потому что дальше мы будем делать шаги градиентного спуска и дальше мы улетим куда-нибудь на бесконечность. Если, на самом деле, если наоборот, если все градиенты затухают, если у нас все собственные значения меньше единицы, то это тоже не очень хорошо, потому что это означает, что у нас градиент будет экспоненциально маленьким и соответствующий вклад соответствующих компонентов в наш вектор градиента будет очень маленьким. Но это как бы есть такая проблема в гоничинг градиентс, но это еще полпроблемы. Проблема в том, что вот вот эта ситуация более серьезная, потому что если у вас градиенты будут стремиться к бесконечности, то скорее всего ничего обучить не получится, просто у вас градиентный спуск не сойдется. Представьте себе, что вы делаете какой-нибудь шажочек куда-нибудь в сторону этого градиента, градиент большой, он увеличивает вам значение каких-то параметров, дальше все это еще дополнительно возводится в какую-то огромную степень, возникает еще больший градиент, и в общем ничего хорошего тут не будет. Поэтому хочется как-то эти градиенты немножко сделать, чтобы они были не такими большими, и поэтому используется вот такая штука. Хотя в принципе если вы откроете соответствующую функцию в PyTorch, которая реализует обычную регулярную нейронную сеть, то там будет опция использовать в качестве функции активации не гиперболический тангенс, а использовать Relu. Теоретически можно попробовать. Но, наверное, тогда придется использовать какие-то дополнительные средства для того, чтобы эти градиенты не убегали на бесконечность. Скажем, то, что называется градиент клиппинг, когда вы просто принудительно, если у вас есть длинный градиент, вы его принудительно делаете коротким, просто обрезаете его. Поскольку во время градиентного спуска вас, как правило, интересует не сама длина градиента, а только направление, вдоль которого вам нужно идти. Но, как правило, все-таки обычно по умолчанию используется что-то в таком стиле. Вот. Значит, вообще вот такая картинка и метод обучения вот этой самой нейронной сети вот в такой вот картинке он называется в такой или в такой. Он называется backpropagation through time. Backpropagation сквозь время. Ну, как бы временем считаются вот эти вот, мы считаем, что у нас элементы последовательности меняются с течением времени. И здесь происходит такой backpropagation через время. То есть, например, когда вы считаете производную вашего лосса по какой-нибудь компоненте вашей матрицы, то, естественно, в этом градиенте будет, поскольку матрица вот здесь, здесь и здесь одинаковая, то у вас будет какая-то компонент этого градиента, который приходит вот отсюда, а будет какая-то компонент этого градиента, который приходит отсюда или отсюда. Вот. Это, значит, такое стандартное название. Но, в принципе, вся процедура ничем не отличается, в основном, ничем не отличается от обычного обучения нейросети. Единственное, что иногда принудительно обрывают вот эту вот картинку, как бы говорят, что мы будем рассматривать не все зависимости вот этого Y от элементов, которые вот везде здесь написаны, а только от какого-то, тоже от какого-то окошка. То есть делать что-то близкое к светочным нейросетям просто для того, чтобы, опять же, не возникало бы вот этих вот длинных композиций матриц, которые приводят к тому, что у вас возникают длинные-длинные произведения в соответствующих собственных значениях и слишком большие значения градиентов, или наоборот слишком маленькие. Но понятно, что любое такое ограничение приводит к тому, что у вас, опять же, возразительная способность вашей нейросети уменьшается у вас тогда. Нейросеть перестает иметь возможность определять длинные зависимости. Вот. Так, есть ли какие-нибудь вопросы сейчас вдруг появились? Ну, хорошо. Давайте поговорим еще про одну архитектуру. Смотрите, значит, пока что я объяснил, как можно из последовательности сделать новую последовательность, как можно из последовательности сделать какой-то один элемент. Допустим, в данном случае это элемент из R, но понятно, что вот здесь может быть любой многослойный персептрон, он может быть отображением из любого пространства в любое пространство. Значит, поэтому понятно, как сделать из последовательности последовательность такой же длины, как была изначально, и понятно, как сделать из последовательности вектор. Что делать, если вы хотите решить какую-нибудь задачу типа машинного перевода? Значит, задача машинного перевода у вас на вход предложения и на выход предложения. Но при этом понятно, что даже если вы делаете перевод с какого-то языка на близкий язык, у вас все равно не будет взаимно однозначного соответствия между словами, исходной последовательности словами перевода. Все равно у вас одно слово может перевестись в два разных, или наоборот, в общем, или как-то порядок следования слов может поменяться. То есть у нас возникает задачка, что на входе одна последовательность, на выходе какая-то другая последовательность, возможно, другой длины. Как использовать рекуррентные нейросети для того, чтобы решить такую задачу? Ну вот оказывается, что здесь нужно сделать чуть более хитрую штуку, которая называется архитектурой сек-то-сек, последовательность-последовательность. Значит, давайте я про это тоже поговорю. Значит, последовательность на входе, последовательность на выходе, вообще говоря, другой длины. Значит, а делается такая довольно забавная процедура. Значит, вот у нас есть последовательность x1, значит, у нас есть последовательность x-ов, x1, x2 и так далее, xt. Дальше у нас здесь есть какая-то первая элекуррентная нейронка. Значит, вот так вот она выглядит. Здесь был 0, и тут вот такие выходы. Значит, это вот какая-то как раз рекуррентная... Ну да, я тебе как-нибудь ее обозначу. Давайте я скажу, что эта штука называется энкодер. Ну, хорошо, ладно. На самом деле, энкодер — это вся вот эта вот вещь. А это просто напишу, что это какая-то RNN1. Значит, вот мы скормили этой нейронке всю нашу последовательность. Получили на выходе какое-то выходное состояние вот этой нейронки. А теперь давайте сделаем такую вещь. Теперь давайте мы возьмем другую нейросеть, тоже рекуррентную, RNN2. И не будем ее кормить никакими входными данными. Значит, дальше у нас входные данные — это нули. А будем просто вот так вот разворачивать то, что здесь написано. То есть, значит, что здесь произошло? Вот у нас есть вот эта часть, которая называется энкодер. И что делает эта штука? Значит, она берет вот эту входную последовательность и превращает всю эту входную последовательность в единственный вектор. Значит, у меня вот здесь вот будет... Ну, давайте я назову его... Значит, ht. Значит, вот этот самый ht — это такое векторное представление входной последовательности. То есть, мы взяли какое-то предложение, например, целое предложение, написанное на естественном языке, и закодировали его в один вектор. Мы предполагаем, что вот этот единственный вектор, который, кстати, получился, он как бы содержит в себе весь смысл нашего предложения. Поэтому, например, размерность этого вектора, она не зависит от длины этого предложения. Предложение могло быть коротким, может быть длинным. Мы в любом случае получаем вектора одного и той же размерности. А потом мы с помощью уже другой нейросети пытаемся вытащить из этого представления, как бы смыслового представления, предполагается, вытащить перевод этого представления на другой язык. И дальше результаты работы вот этой второй нейросети и являются нашим аутпутом. Значит, y1, y2 и так далее. y здесь будет какой-нибудь t' Понятно, что если у нас есть вот такая вот штука, мы ее можем сколько угодно кормить, как бы ее выходные данные запихивать ей же на вход и даже записывать всю эту последовательность y. Так, у вас, наверное, здесь должен быть какой-нибудь вопрос возникнуть. Если была входная последовательность, хотим получить выходную последовательность. Допустим, перевод на другой язык. Давайте задайте какой-нибудь вопрос. Вопрос. Не знаю, у меня бы возник. Во, да, именно этот вопрос, именно этот вопрос я и ждал. А чему, собственно говоря, как определить, чему равняется t' чему равняется длина выходной последовательности? Дело в том, что, как я уже сказал, вот эта архитектура, она позволяет делать из выходных последовательностей одного размера выходные последовательности другого размера. И, в принципе, нас ничего не ограничивает. Мы можем вот эту вот штуку итерировать вообще сколько хотим. Это просто такая функция, которую можем применять саму к себе до тех пор, пока не надоест. Как определить, когда остановиться? Ну, стандартный способ такой. Мы просто говорим, что у нас в нашем алфавите возникает специальный, значит, не в алфавите, а как бы в словаре слов, которые мы вообще можем использовать, у нас возникает специальное слово, специальный токен, конец предложения. И как только мы на выход получаем этот самый специальный токен, конец предложения, В этот момент все, процесс останавливается, мы говорим, что последовательность закончилась. Значит, можно просто сказать, что yt' это по определению, это есть специальный токен, типа конец предложения. Да. Вот. Значит, вот такая архитектура называется архитектура сек-то-сек. В частности, какие-то вариации на тему этой архитектуры как раз, значит, в какой-то момент Google Translate он одно время работал на таких сложных, в большом количестве сложных правил, которые лингвисты писали, правила, которые описывали то, как одни слова могут переходить на какие-то другие последовательности слов, какие последовательности похожи на настоящие, не похожи и так далее. И там были сотни строк кода, сотни тысяч строк кода. Потом они в какой-то момент просто все это выкинули и заменили на вот какую-то вот такую вот не очень сложную архитектуру. и на удивление, в принципе, когда об этом слышишь в первый раз, то кажется, что это какой-то бред. Ну, правда, у нас есть какое-то предложение неизвестной длины, и мы все это предложение запихиваем в один вектор, который живет там в каком-нибудь конечномерном пространстве. Ну, это может быть большое пространство, это может быть десятитысячемерное пространство, но все равно как-то удивительно, что такой сложный объект, как предложение на естественном языке, можно превратить в один вектор и потом из этого вектора извлечь перевод этого предложения на другой язык. Тем не менее, оказалось, сейчас, например, Google Translate оказалось, что вот такого типа архитектуры, ну, наверное, не буквально такая архитектура, как я сейчас сказал, наверное, там все-таки что-то более сложное было, я, никто не знает подробностей, кроме тех, кто все это писали. Вот, но, значит, оказывается, что вот эта штука довольно неплохо работает. Вот. Хорошо. Есть ли вопросы по этой части? Так, ну, хорошо. давайте еще про одну штуку расскажу, которая с этим связана. Это LST. Long short term memory. Что это такое? Значит, как мы уже обсуждали, вот такого типа архитектура, она не очень хорошо работает в том смысле, что у нас легко может возникнуть... угу. Да, спасибо. Руслан говорит, что, значит, нужен специальный механизм attention, и, значит, об этом пойдет речь в следующий раз, когда мы будем говорить про всякие трансформеры и прочие такие штуки. Окей. Ну, LST. Смотрите, как мы уже обсуждали, вот в такой вот архитектуре, когда мы просто фактически делаем вот такую длинную композицию, если у нас есть, если нас интересуют такие длинные зависимости, зависимость, скажем, вот этого результата от самого начала последовательности, то с этими длинными зависимостями вообще очень трудно их обрабатывать. Потому что, ну, потому что, потому что реально от того момента, как мы, как, значит, мы получили на вход вот этот X1, до этого момента, как мы получили вот эту штуку, ну, в общем, проходит очень много итераций какого-то непонятного нелинейного отображения, и, в общем, короче говоря, идея в том, что рекуррентная нейросеть должна обладать памятью, но эта память обладает не очень хорошими свойствами. Она очень быстро, она очень быстро забывает то, что происходило далеко в прошлом. Ну, просто потому, что вот эти итерации так не очень хорошо работают. И дальше, в связи с этим, была придумана немножко другая архитектура, которая называется LSTM, ну, и разные ее вариации. Значит, как устроена эта архитектура? Сейчас я попробую ее нарисовать. Значит, устроена она довольно хитро. Значит, в LSTM у нейросети возникает два разных внутренних состояния. Одно обозначается Ашками, а другое обозначается Сшками. Значит, давайте я попробую нарисовать эту картинку. Вот у нас теперь есть вот такой модуль. Я его нарисую большим. Значит, у него есть входные данные, это X, и есть два типа внутренних состояний. Давайте считать, что это XT, это HT-1, это CT-1. И на выходе он выдает, значит, соответственно, HT и CT. только теперь вот эти самые C-шки и H-шки будут обновляться разными способами. А именно, значит, вот у нас есть наш, значит, вот у нас есть наша H-ка. H задает, так, сейчас, а вот я не помню, H или H вместе с X-ом. По-моему, H вместе с X-ом. Значит, кажется, вот так вот. Сейчас, давайте я на всякий случай подгляжу, чтобы быть уверенным в том, что я говорю правду. Да. Значит, берем X, берем предыдущее состояние, берем вот здесь нейросеть, у которой в качестве функции активации используется сигмоида. Значит, сигмоида это вот такая штука, это то, что в логистических нейронах используется. Значит, она от нуля до единицы. и значит, вот это это поэлементное умножение. То есть, смотрите, что происходит. Значит, я взял H, свое состояние с предыдущего шага, взял X, мой текущий элемент последовательности, запихнул их в какую-то нейросеть, и эта нейросеть на выход выдает некоторый вектор, который состоит из чисел от нуля до единицы. Дальше, я этот вектор умножаю поэлементно, это должен быть вектор такой же размерности, как вот эта C-шка. Значит, я этот вектор умножаю поэлементно на элементы вот этой C-шки. То есть, грубо говоря, представьте себе, что у меня вот эта вот вот эта штука выдавала бы просто нолики и единички. Тогда это означало бы, что в результате этого поэлементного умножения какие-то элементы вот этого C просто зануляются, а какие-то остаются как были. Значит, вот эта штука называется забывающий гейт, forget гейт. Значит, идея, идея состоит в том, что вот эта C, она хранит некоторый долгосрочный контекст, это некоторая такая долгосрочная память. но, несмотря на то, что эта память долгосрочная, она все равно как бы у нее ограниченный объем, и поэтому время от времени приходится что-то забывать. Значит, вот эта вот часть отвечает за то, что именно мы забываем. Дальше мы можем захотеть что-то, наоборот, запомнить, что-то, наоборот, записать в эту память. Делается это так. Опять же, мы берем нашу H, берем X, берем значит, здесь еще какая-то нейросеть, значит, допустим, здесь просто можно использовать какой-нибудь, кажется, гиперболический тангенс. Значит, давайте здесь напишем сигмоиду, и здесь напишем здесь еще раз сделаем то же самое. Значит, и вот здесь будет гиперболический тангенс. Значит, дальше мы сделаем вот такую штуку. Значит, вот эта часть, это какая-то нейросеть, которая в качестве функции активации использует гиперболический тангенс, то есть числа типа от минус единицы до плюс единицы. Вот эта вот штука, она работает примерно так же, как вот эта штука, но только она показывает, какие, значит, какие, как бы, кусочки из вот этого гиперболического тангенса нам нужно сейчас использовать. Значит, грубо говоря, грубо говоря, можно опять же думать про результат работы вот этой сети, просто как про какой-то вектор, состоящий из ноликов и единичек, и мы этот вектор из ноликов и единичек умножаем на результат работы вот этой сети, просто поэлементам. Опять же, это означает, что мы выбираем только какие-то из этих элементов, и после этого мы это прибавляем к результату вот этого, вот этой штуки. То есть видно, что я пишу-то? Вот. То есть, грубо говоря, произошло следующее. Вот здесь, на этом этапе, мы просто занулили какие-то элементы отсюда, а на этом этапе, вот на этом этапе, мы, наоборот, добавили какие-то записи вот в этот вектор, ну, на каких-то позициях. Может так оказаться, что мы добавили на тех же позициях, на которых мы вот здесь занулили. Может так оказаться, что мы добавили на каких-то других позициях. Но, по крайней мере, так иначе здесь какое-то вот, какое-то сложение. И, наконец, последнее, что мы делаем, это мы используем вот это новое значение c, то есть оно, во-первых, уходит сюда, а во-вторых, мы его же используем для следующей операции. Значит, мы его пропускаем через поэлементный гиперболический тангенс. Значит, вот это поэлементный. И дальше мы делаем такую штуку. Значит, дальше мы берем х, берем, опять же, h и применяем к нему опять какую-то нейросеть, опять какую-то сегмоиду. И дополнительно мы действуем вот этим самым c, который пропущен через гиперболический тангенс. мы действуем с помощью умножения поэлементного на результат вот этой сегмоиды. И вот эта штука уже является нашей новой ашкой. Сейчас попробую чуть-чуть поаккуратнее нарисовать. Значит, в общем, какая-то вот такая вот довольно страшненько выглядящая штука. Но чего эта штука позволяет? Значит, благодаря вот такой конструкции мы не просто значит, вот у нас было что-то на входе, мы значит, берем ашку входную, применяем к ней какую-то функцию, получаем ашку выходную. А здесь происходит более хитрая процедура. В частности, вот эта часть, вот эта сэшка, она преобразуется таким образом, что у нас здесь не возникает вот этого умножения ее там на какую-то большую степень какой-то матрицы. Мы фактически к вот этой сэшке можем чего-то прибавлять и просто на какие-то отдельные позиции и все. То есть, как бы вот эта вот сэшка, она сама по себе не будет там экспоненциально расти. Даже если мы просто будем итерировать тупо одно и то же отображение много раз. Она будет расти, но вот в худшем случае вот так, вот аддитивно. Поэтому в общем можно ожидать, что вот такая штука она не будет так катастрофически забывать свое прошлое, а наоборот она будет использовать вся эта нейросеть, вся эта архитектура научится использовать вот эту вот вещь для того, чтобы хранить информацию про какой-то долгосрочный контекст. А потом использовать эту информацию вот здесь, использовать эту информацию для того, чтобы обновить вот это внутреннее краткосрочное состояние, из которого уже потом генерируются выходы. Вот. Ну вот такая архитектура, собственно говоря, на практике кажется совсем чистые RNN почти не используются именно из-за того, что у них вот это катастрофическое забывание происходит. Чаще всего используются разные вариации на тему вот этого LSTM-а. Теоретически можно сильно по-разному делать вот эту архитектуру, но смысл будет оставаться примерно тем же самым, что у нас есть какая-то часть состояния нашей сети, которая предназначена для того, чтобы хранить долгосрочную информацию, и она апдейтится вот таким вот образом, чтобы там не было вот этого умножения на какие-то соответственно либо растущие числа, либо наоборот стремящиеся к нулю, чтобы не было катастрофического забывания или наоборот взрывающихся градиентов. Ну вот такая штука бывает. Есть ли какие-нибудь вопросы на эту тему? Хорошо. Так, ну что, если вопросов совсем нету, то, наверное, тогда на сегодня все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok